Многие из вас точно хотя бы один раз в жизни были в бане. Обычно туда ходят большой и дружной компанией. И конечно же очень часто мы посещаем традиционную русскую баню, хотя в наше время можно посетить, например, турецкую баню, которая существенно отличается от русской. Также свои отличия имеют и немецкие бани, и некоторые из них для нас могут показаться весьма странными. Например, оказывается, что в немецкой бане людям запрещено надевать купальники. Почему? Я расскажу вам далее. Для начала давайте я вам расскажу, как же устроена германская баня. Первое, что может броситься в глаза, это ее размер. Обычно бани в Германии имеют намного большие размеры, чем традиционная русская баня. Также в Германии бани имеют огромные залы, где можно согреться. А еще обязательно присутствует бассейн, чтобы можно было сразу же окунуться. Ну а теперь давайте поговорим о немного странном этикете. Перед тем, как посетить германскую баню, в раздевалке вас попросят полностью раздеться. Никаких купальников и плавок. Почему, спросите вы? Все дело в ткани, из которой сделаны купальные костюмы. Не важно, это женский купальник или же мужские плавки. Как известно, в бане температура высокая, а ткань, из которой сделаны купальники, может сильно нагреться и тем самым навредить кожному покрову человека. К тому же у немцев культ тела, они уважают себя и совершенно не стесняются быть нагими. Также стоит сказать, что во многих странах Европы, в том числе и Германии, нет разделения на женские и мужские парилки. Подобное заведено еще с давних времен, так как это очень экономило дрова. Кстати, в настоящее время люди перестали стесняться и париться в общей бане, воспринимая подобное, как само собой разумеющееся. И еще один интересный факт. Попариться немцы ходят целыми семействами. Дети присоединяются ко взрослым и совершенно ничего не стесняются. Молодое поколение с детства приучают к культуре бани. Друзья, а вы любите походы в баню? Напишите в комментариях. А на этом все, пока.